Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я мама столировой Настеньки. У нас тёжа эпилепсия. Мы с болезнью уже боремся более пяти лет. Но, к сожалению, пока у нас ничего не получается. Мы перепробовали все противосудорожные препараты. Мы побывали в очень многих больницах, в многих городах. Нам была сделана операция. Был удалён участок ры головного мозга. Но, к сожалению, операция тоже нам не помогла так, как мы хотели. Приступы, конечно, стали намного меньше по длительности и намного мягче протекать стали. Но не удалось нам полностью от них избавиться. Бывают дни, когда количество приступов превышает более 100 приступов в день. Это ужасно. Приходится применять тяжёлые препараты, такие как крилланиум, что, конечно, пагубно влияет на здоровье ребёнка. Но других шансов у нас нет. Позади и так множество реанимаций и статусов. На данный момент нам была предложена ещё одна операция на головном мозге. Но, к сожалению, шансы на избавление от приступов, на то, что они не возникнут снова, очень низкие. Но, к сожалению, последствия этой операции однозначно будут очень тяжёлые. То есть паралич на левую сторону тела. Паралич руки, ноги. Конечно, я не могу на это пойти и сделать своего ребёнка настолько отличающимся от остальных. Она лунная, красивая девочка. Ей нужно жить, учиться среди всех людей и пытаться не отличаться от них. Мы вынуждены учиться жить с приступами. Настенька уже знает, что делать во время приступа. Как присесть, чтобы упасть так, чтобы не покалечиться. Она ограничена во всём. Она не может полноценно играть на детской площадке. Кататься на каруселях. Мы даже в детский сад не можем ходить на целый день. Мы ходим по несколько часов. Для того, чтобы она могла пообщаться с детками для социальной адаптации. Потому что это ребёнку очень нужно. На данный момент у нас появился шанс на выздоровление. В который мы очень хотим верить и надеяться, что нам поможет. Это китогенная диета. Смысл этой диеты заключается в том, что в рационе применяется очень большое количество жиров. И они каким-то образом влияют на мозговую деятельность и значительно снижают приступы. Необходимость введения данной диеты подтвердили и наши врачи из НИИ Бурденко в городе Москве, которые делали операцию. Они тоже считают, что эта диета может нам дать положительный результат. И мы не рискуем здоровьем ребёнка настолько, насколько мы будем рисковать во время операции. Но, к сожалению, данная диета не входит в стандарты российского лечения. И здесь ввести её невозможно. И мы вынуждены обращаться за границу. Одна из клиник Германии согласилась попробовать нам ввести китогенную диету. Тем более, что она показана именно при нашей фармакорезистентности. То есть, то, что мы не поддаёмся лечению препаратами. Мы хотим попробовать. На данный момент это единственный наш шанс. Потому что повторную операцию мы просто не рассматриваем. Но эта диета, конечно, стоит очень много денег. Клиника за лечение выставила счёт в 3700 евро. Это более 300 тысяч рублей. А помимо этого ещё необходимы затраты на переводчика, перелёты. На ту же самую закупку средств измерения китонов. Ну и очень много затрат впереди, конечно, помимо этого лечения. Ему, к сожалению, у нас денег этих нет. И заработать их мы тоже не сможем. Никто. Посиди. Поэтому мы очень просим у вас у всех помощи. Нам очень нужна ваша поддержка и помощь. чтобы Настюше дать шанс выздороветь, чтобы она была здоровой. Такой, как все другие детки. Поэтому, пожалуйста, мы вас очень просим. Поделитесь с нами суммой, которой можете поделиться. Чтобы мы могли поехать в Германию и попробовать ввести кетогенную диету. Нам это сейчас очень нужно. Спасибо. 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 Спасибо.